Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и мы начинаем наше видео. Акции и валюты развивающихся стран дорожают впервые с начала недели на фоне признаков возврата аппетита к риску после масштабных мер стимулирования, принятыми целым рядом стран. Доллар прекратил продолжавшиеся практически 8 дней ралли. Нефть дорожает после рекордного роста накануне, когда президент США Дональд Трамп заявил, что в надлежащее время вмешиваться в нефтяной спрос в Саудовской Аравии и России. Об этом и о многом другом мы поговорим сейчас в данной трансляции, обсудим, как всегда, новости. Я расскажу о том, какие сделки я планирую. К счастью, сейчас уже рынки несколько разворачиваются, поэтому есть некоторые идеи. Ну и, безусловно, подведем итоги текущей недели, так как у нас сегодня пятница и завершается текущая неделя. Итак, начнем с коронавируса. По коронавирусу уже вторые сутки в провинции в Китае не зафиксировано новых случаев заражения в материковой части Китая. Что может говорить о том, что в процессе восстановления китайской экономики началась? Конечно, есть срок, который должен пройти, чтобы говорить об этом более уверенно, но начало положено. В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие прибыли из-за рубежа, сообщил госкомздрав.кнр на официальном сайте. Всего насчитывается порядка 228 инфицированных, которые прибыли из-за пределов Китая. При этом на территории, соответственно, материковой Китая новых случаев заражения коронавирусом не обнаружено, что не может также являться определенным позитивом уже в развитии данной ситуации. Ну и также одна из новостей, которая поступила вчера, что, собственно, смогла подогреть и котировки нефти. США готовит санкции против России за дестабилизацию рынка нефти. Администрация США намерена вмешаться в нефтяной спор России и Саудовской Аравии, который обрушил цену нефти. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник Белом доме, в связи с дестабилизацией рынка нефти Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительной санкции против Российской Федерации. Фондовые рынки начинают отыгрывать падение на фоне стимулирующих мер США. Везде проходило снижение ставки. Первым, как всегда, выступило США. Снили ставку до 0,25%. Также, если посмотреть на общее количество стран, которые последовало этой тенденции, то мы увидим, что стран довольно-таки много. То есть, в принципе, сейчас все стараются вмешаться в текущую ситуацию тем способом, который, соответственно, наиболее известен. Это понижение процентной ставки для того, чтобы как раз подогреть собственную экономику. И также в США готовы раздать пакет помощи населению порядка 1 триллиона долларов. И это уже дает свои плоды. То есть, так, безусловно, нужно следить за тем, как это будет уже отражаться на рынке. Но мы можем сказать то, что на текущий момент определенное падение, определенная остановка на рынке сейчас уже присутствует. Безусловно, нужно наблюдать за тем, что будет происходить. Также важным индикатором экономики США являются это, безусловно, заявки на пособие по безработице. И накануне Департамент труда сообщил о том, что на текущий момент было подано порядка 228 тысяч новых заявок, что на предыдущей неделе. Что, собственно, говорит 281 тысяча, прошу прощения. Что говорит о том, что к концу месяца это количество может возрасти и, собственно, дойти до рекордных значений, которые мы видели в 2008 году. Но, опять же, это уже является следствием того, что происходит на рынке. Ну и также напомню, что сегодня в Японии выходной, поэтому рынок закрыт. Ну а теперь давайте перейдем уже в платформу и посмотрим, что у нас происходит на текущий момент с точки зрения основных инструментов и поговорим о текущей ситуации. Итак, начнем мы с евро-доллара. Евро-доллар опять опустился до рекордных значений. Вчера мы доходили до уровня 1.06. Сейчас немножко это падение отыгрываем. И здесь я для себя также рассматриваю ситуацию входа на покупку при продолжении как раз восходящего движения. Но пока здесь формация не появилась. Здесь ближайший уровень, за которым я буду следить, это область максимальной значения вчерашней торговой сессии 1.09. Если мы закрепляемся выше данного ценового значения, то я уже ищу покупки. В отличие от евро, по фунту такой сигнал уже появился. То есть опять же фунт провалился довольно-таки глубоко. Доходили вчера до уровня 1.15. Это минимум за уже много лет. То есть практически в 2007-2017 году мы чуть ближе к этому уровню подходили. 2016-2017 год. И от этого уровня я также здесь ожидаю для себя отбития и продолжения восходящей формации. Но здесь то, что вносит корректив в мою торговую стратегию, это волатильность. Я напомню то, что основным правилом моей торговли является соблюдение риска. То есть я не буду рисковать в одной сделке более чем одним процентом. Соответственно, какую сделку бы я не выбирал, каким объемом я бы ее не открывал, в любом случае риск не должен не превышать данное значение. Кстати, вы можете подключиться к моему счету с паролем инвестора. Ссылка на доступ есть в описании к этому видео. И соответственно, даже если я выбираю самый минимальный объем, как в данном случае по фунту это 1 сотая, риск у меня составляет 1%. То тут как бы я понимаю, куда я поставлю стоп-лосс. И понимаю уже исходя из риска, где у меня может быть вход для того, чтобы опять же остаться в разумных пределах. Поэтому по такой системе были открыты, ну поставлены все отложенные номера по всем сделкам. Поэтому здесь на фунте мы чуть более подробно разбираем, по другим уже пробежимся более быстро. Соответственно, здесь я поставил для себя отложенный ордер buy limit на то, что цена смогла, во-первых, закрепиться выше максимума, которые были сформированы вчера, сейчас корректируются. Если коррекция будет более глубокая и дойдет до как раз моего отложенного ордера, то для меня это будет комфортная цена с учетом текущей ситуации, с учетом текущей волатильности и, соответственно, с учетом тех рисков, которые я позволяю себе в данной сделке. Поэтому здесь я жду коррекции. Если она произойдет, то я получу для себя возможность войти по хорошей цене в хорошую сделку. По паре американский доллар, канадский доллар, история плюс-минус такая же. Сейчас мы торгуемся, ну вот открыл специальный недельный график. Мы торгуемся на максимумах с 2015 года, то есть практически за последние 5 лет. И фактически здесь мы с вами видим то, что последний как раз подход к этим же уровням был практически таким же быстрым. Ну, чуть помедленнее, да, я согласен. Но движение вниз было тоже довольно-таки активным. Поэтому здесь я для себя также рассматриваю возможность присоединения на продажу. И тут я тоже поставил для себя отложенный ордер. То есть сейчас, в принципе, понятно, что можно искать продажи, да, но вопрос, где опять же присоединиться к сделке. Поэтому здесь у меня стоит отложенный ордер. И стал я его, когда цена была вот здесь. Но пока мы видим новый нисходящий импульс, что опять же подтверждает сохранение нисходящей формации. То есть сейчас по паре американский доллар, канадский доллар началось нисходящее движение. То есть американский доллар отыгрывает то ралли, которое было всю неделю. И, собственно, время коррекции как раз пришло. Поэтому здесь отложенный ордер у меня стоит. Вернемся мы туда или нет, я не знаю. Но для меня, опять же, это максимально комфортная цена, которую я для себя могу позволить. Потому что если пойти сейчас, то риск для меня будет больше. А это я для себя позволить не могу. А пара американский доллар, японская иена. Плюс-минус история точно такая же. Было бы хорошо как раз купить внизу, там по 101, по 102. Но там цена мне дошла, опять же, думаю, отложенный ордер. Поэтому движение прошло без меня. Я думаю, что, да, конечно, периоды волатильности, они очень интересные. Они очень могут давать хорошее движение. Но для меня очень важно в торговле это воспроизводимость. То, что каждую идею, каждую торговую ситуацию можно было воспроизвести впоследствии в любой другой торговый день. И здесь я ориентируюсь в своей торговле больше на это, а не на какую-то 7-минутную прибыль, на какое-то 7-минутное движение. Здесь важна системность, и это очень хорошо работает в долгосрочной перспективе. Поэтому здесь, с точки зрения текущей ситуации, опять же, можно ожидать начала коррекционного нисходящего движения. Но пока его здесь не произошло, мы фактически видим продолжение восходящей формации. Сегодня с утра уже торговались чуть выше. Но я напомню, что в Японии сегодня выходной день. Поэтому здесь, возможно, какой-то активности ожидать не стоит. Хотя, с другой стороны, если волатильность будет на американском долларе, то она, безусловно, отразится также и на этой валютной паре. Австралиец, Новозеландия. Здесь также я жду отскока, отбития от уровня. По австралийцу, если мы сможем закрепиться как раз выше максимума, который был сформирован вчера, по цене 59.63, то здесь я точно также буду искать для себя возможность купить, торговать буду от риска. То есть, посмотрю, куда я смогу поставить этот сложный ордер, чтобы оставаться также в своих рисках. И плюс-минус точно такая же история по новозеландцу. Поэтому пока еще мы здесь тоже не закрепились выше максимальной значения. Поэтому пока, вот на текущий момент, на момент записи данного видео, готовой торговой идеи здесь нет. То есть, здесь пока мы ждем. По золоту также ситуация разворачивается. Золото вновь начинает привлекать инвесторов. И здесь я для себя тоже рассмотрел возможность присоединения к данному движению. Но опять же, она крайне находится, крайне низко. То есть, здесь вот у меня стоит отложенный ордер просто на всякий случай. Что если цена вдруг до него дойдет, то я для себя действительно хорошую цену смогу получить. Просто поставить его куда-то выше я не могу, потому что опять же я останусь уже вне риска. Ну а так мы видим то, что начинается восходящее движение. Что, собственно, у нас впервые за последние пару недель. И, собственно, с текущих уровней как раз и восходящее движение у нас может вновь возобновиться. Поэтому по золоту ожидаю продолжения восходящего движения. По индексам. Ситуация тоже очень интересная. Все стимулирующие меры, которые делают и Европа, и США, они как раз призваны на то, чтобы вернуть фондовый рынок обратно. Дать экономикам развиваться дальше. Но сейчас и из-за коронавируса также есть определенные проблемы, которые, определенные убытки, которые несут многие компании. То есть, что, собственно, так же отражается и на фондовом рынке. Но здесь мы видим некоторый разворот, который как раз происходит сегодня в пятницу от минимальных значений. Собственно, сегодня мы смогли закрепиться выше максимума, которые были сформированы последние уже две торговые сессии. Что может говорить, опять же, о некоторой остановке, о переходе силы уже от продавцов к покупателям. То есть, сейчас может быть как раз тот самый переломный момент, с которого и рост может возобновиться. Можем, конечно, получить и второе, и третье дно. Но, тем не менее, первые признаки вот этой остановки сейчас уже появляются, которых не было с момента, собственно, начала всего этого движения, которое длится уже месяц. И, соответственно, здесь я тоже для себя поставил отложенный ордер, опять же, чтобы оставаться в рисках. И, ну вот, единственное, где я его могу поставить очень близко к минимальным значениям, которые были сформированы вчера. На этот случай, опять же, если цена туда вернется. Но будем смотреть, будем наблюдать. По S&P 500 пока мы видим несессионную торговлю. Опять же, здесь S&P 500 также закрепляется выше максимальные значения, которые были сформированы вчера. И здесь точно так же я для себя бы рассмотрел возможность купить чуть ниже, да, безусловно, то есть там, где будет возможность как раз войти. Ну, вот сейчас мы сможем эту сделку поставить отложенный ордер. То есть, ну, здесь, во-первых, нужно еще дождаться 5 минут до закрытия свечи, 12-часовой свечи, и после этого уже принимать какое-то решение. Но здесь мы с вами видим, сейчас я покажу, как я это делаю. То есть, я выбираю сейчас минимальный объем. Цена 22.70. Для установки стоп-лосса я его сюда вношу. Выбираем изменить. Проверяем, какой у нас риск. Риск 0,8%. Фактически здесь мы можем его поставить чуть выше, да, и сделать вот так. То есть, на тот случай, в отличие от других инструментов, вероятность того, что цена как раз по S&P 500 сможет скорректироваться в эту область, она будет выше, так как объем позиций, он чуть меньше, поэтому по S&P 500 торговать, ну, порой более интересно. Особенно если ожидается волатильное движение, поэтому главным правилом вот как раз вот в этой сделке будет та ситуация, при которой, во-первых, через пять минут закроется эта свеча, и мы получим подтверждение того, что цена закрепилась. Дальше вот этот отложенный ордер, он будет актуален. Сейчас мы делаем его только для демонстрации в формате нашего видео. Ну, и нефть марки Brent, опять же, на фоне переговоров и на фоне заявлений США начинает отыгрывать. Уже мы торгуемся в области 30, опять же, можем считать, что локальное дно нащупано. Очень маленькое значение было в 25, и практически сейчас, ну, практически никто не ожидает, что цена сможет уйти ниже, поэтому будем смотреть, может ли цена удержаться. Ну, и также здесь вызывает определенный интерес область, которая может начать восстановиться с минимальной значения, а к этому то, что относятся и нефтедобывающие компании, и все, собственно, сопричастные к этому событию сектора. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Сарков Роман, всем желаю хорошего завершения торговой недели, увидимся с вами уже на неделе следующей. Всем спасибо за внимание, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, ну, и напишите в комментариях, какие инструменты вы для себя рассматриваете для торговли в конце этой недели. Увидимся уже в следующий понедельник, всем спасибо за внимание и до свидания.